здравствуйте друзья вот мы снова вместе 20 декабря потепление чуть не до нуля на улице валит снег еще немного и остановится это мобильное движение ну а дальше как глюкоза пела вечер делать нечего давайте вам еще продолжу эту тему мои друзья не могут остановиться я скоро сам буду к ним записывался ученики они наоборот и так серия тоже называется успехи моих друзей и учеников панта сенка это мой друг редактор моих книг и у него это самое канал тоже мой железовский но идет он вот там видите мы продолжаем 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 много интересного но в данном случае нас интересуют только успехи я нажимал нажимал и не мог увеличить вот это вот все что вы видите это очередное достижение на этот раз подмосковье но я все время предусмотрительно перенес его вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда видите это самое и так давайте посмотрим о чем речь идет садоводство по железу в этот канал который ведет оценка вместо меня готовится садоводство по железу вот ну а дальше что перекрестное пыление смешанный сад вот абрикосы московской августе здравствуйте еврея красавич спешу поделиться с вами радостным событием ваш академик в этом году четвертый год после посадки второй урожай прошлом году было два плода в этом 15 крупнющих плод абрикоса это при том что не было пылителя а пылителя как вам ранее писал и писал а вот так и не проснулся абрикос из это я взял и стер название питомника чтобы не позорить их разницу сейчас увидите сами помню ваш ответ на вопрос но приобрел я его вы не тогда причем в институте дальше стер название это был еще точнее не знаю может слива которые рядом академика пылила на турнике и он частично само плоды в общем нужно пара с уважением или центр московского город королев но горка чего он отвечает ему не пара нужна целая компания один попадет по заморок и что внимание сейчас мы с вами детально разберемся и почувствуйте разницу и так здесь два абрикоса левый мой правый тот самый из института смотрим дальше садим уже по железу на холма немножко бы сделал был более размазанным крутоват но там не такие морозы чтобы убить какой-то корни именно моего этот абрикос академик привит на манджурцы получил от меня этот абрикос тот самый из института пока все одинаково давайте сразу различие здесь штаба почти нет вот здесь как всегда делается так 5 10 лет так уничтожается напрочь остаются раны и это принято за норму именно в институте смотрим дальше проходит наверное год растут они быстро вот мой академик где абрикос из института внимание мы видим сухую палку вот это и есть разница запомните никаких штабов никаких ран раз ну и потом все надо относиться серьезно я ни разу в жизни изучив десятки сайтов институтов включая и так называемые этот академии тимирязева я никогда нигде никогда не видел настоящих сайтов всякую дрянь я видел показать или потом но пока смотрим и так остался один по полиотекам ну вот она вот это он дал такие вещи видите вот фотографию с экрана делал видите вот это мои мои вот это 508 2 вот теперь смотрим дальше валерий железу его не пара должна целая компания вот один попадет по заброске что нужно будет заново высаживать сдать в смешном саду можно достичь максимального положения от переопыления максимального травы сада компания нужна ему многие считают что абрикос московской области это миф и даже не пытаются выращивать у вас есть такой опыт все зависит только от вашей решимости посмотрите на абрикоса на угородской области ну видите в чем дело в данном случае это же я с экрана все фотографировал поэтому здесь получается так что мы не можем открыть абрикосы на абрикосы на угородской области тоже в моей папке это тоже моё но там результат и лучше вот это я хотел сказать и наконец я возвращаюсь туда где я был все пошло отсюда хорошо что именно в свое время я вот это все скопировал а сейчас я пробовал и не открывается и все вот так ну так как прошло совсем немного времени давайте еще чуть-чуть учеба пусть это чуть-чуть на другую тему павел здравствуйте он следит за тамошним перепиской а я тут в том конце деревни никого не трогает помните а я в этом конце как говорил комик тут пошли какие-то глупые сообщения что ваши семена пустышки а внутри ничего нет может быть вы сделаете видео как открываете банку берете любые семена потом раскалывать видео эти созданы они есть в данном случае я просто чтобы немножко заполнить совсем уж маленький фильм не получился просто говорю на глазах у всей страны я брал таз высыпал косточки от бракового всплывали не все обычно 3-5 процентов вот я их выбрасывал демонстративно остальные никакими пушистками до утонули быть не могут а почему якобы глупое сообщение то потому что у них выбора нет они же не могут сделать так чтобы вот это было кстати это моя фотография они же не могут уже как надо вот под носковой растет мои хоть бы хмей а местный институтский погиб вот это есть разница наверное зло кого-то берет в общем наверное мы на этом и закончим очередной небольшой фильм небольшой кино вот все таки что-то мне вертится на уме что-то мне вертится на уме что-то я хотел показать ладно это 20 какой-то фильм из серии под названием успехи моих друзей и учеником вот это мой ученик вот еще раз вот это мой ученик подмосковье все прекрасное дерево такое вот чем она растет как бешеная вот они такие есть а институтский мёрз а я вспомнил что хотел показать я проводил вебинар там есть фотографии этих самых как студенты занимаются саженцами не буду показывать на словах трехметровый саженец вот этим штабом с конями в 5 литровый трехметровый горшок тискает в корни присыпают и позирует и снимает на сайте выставили вот мы такие герои вот я старше глупее ничего в жизни не видел чего научили но на этом позвольте с вами откладиться и попрощаться очередной кино создана и так разница между пока одинаковая проходит еще год или два вот результат это не случайно ребята вот этот абрикос убить невозможно а тот который мы искалечили штамп раз откуда можно только из подмосковья два сами понимаете если он и привитый то привит на неизвестно что если еще здесь четыре пять поколений они по двое с приводим срастились это как родные братья вот по двое с приводим им поэтому ничего не страшно им ничего не страшно вот так все друзья закачиваем на этом благодарю за внимание кстати сказать с косточек тоже чудеса происходят а и хоть я в нескольких местах уже объявил еще раз объявлю итак я получил партию косточек из брянской области от олега ледовича бессинова несколько сотен получу они уже в пути допустим и буду вам продавать результаты у него удивительные уникальные вот а где бы вы сейчас знаете а пусть это будет следующая серия давайте на этом расстанемся остановить трансляцию а про косточки которые персиковые из которых получаются уникальные деревья еще лучше чем абрикосовые это следующая серия или в одной из следующих